И еще раз доброе утро, дорогие телезрители. В преддверии лета мы решили к нам в студию пригласить нутрициолога, чтобы поговорить о правильном и здоровом питании. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам за приглашение. Юля, ну давайте сразу приступим к делу. Как говорится, расскажите, вот мы проснулись, чего нам нужно начать свой день? Ну, конечно, стакан теплой воды. Как пишут в интернете, это правда, да? Как пишут в интернете, да, это подарок для тела. Так как за ночь у нас происходит множество восстановительных процессов. А стакан теплой воды утром натощак помогает нам избавиться от шлаков, от токсинов, запустить работу ЖКТа. Помогает для нашей естественной детоксикации тела, нашей лимфатической системы. Но важно пить не горячую воду. Многие привыкли слышать, что горячая вода помогает. Да, такое тоже лично слышала. Нет, важно пить не сильно холодную и не сильно горячую воду. Лучше горячую, разбавить холодной, комфортной температурой около 40 градусов. Этого будет достаточно. И рекомендую внедрить эту привычку в свой ежедневный ритуал. Так, хорошо. Вот смотрите, мы проснулись и сразу бежим за водичкой или нужно какое-то время выждать? Нет, это не имеет никакого значения. Можно сразу, как вам удобно. Кто-то делает утренние свои процедуры, ну, а затем уже приступить к ритуалу. Во сути, как хочется. Да. А вот еще в интернете также бытует мнение, что полезно пить ту же водичку, да, утреннюю. Ну, например, с ложкой меда или с лимоном, или с огурчиком. Здесь есть ограничения. Есть процент людей, которым не подходит вода с лимоном. Вода с лимоном, она ощелачивает организм. И она может нанести вред тем, у кого имеется повышенная кислотность желудка. Так как лимон повышает кислотность. Поэтому людям с повышенной кислотностью, либо тем, кто не знает, какая у них кислотность, быть с этим осторожным. Ага, в общем, все-таки просто водичка, да, это универсальный вариант. Да, просто водичка, универсальный вариант, который подходит всем. Теплая, комфортная температура. Так, замечательно. С этим разобрались. Скажите, пожалуйста, от чего, от каких продуктов нам обязательно, в первую очередь, для нашего здоровья, следовательно, и для красоты нужно отказаться? В первую очередь вспоминается сразу фраза «Мы то, что мы едим». Она актуальна, как никогда сегодня. Поэтому я бы рекомендовала отказаться, в первую очередь, от сахара. Потому как сахар является самым вредным из всех возможных продуктов. Мало того, что он быстро старит наш организм. Помимо этого, он вызывает такие неприятные симптомы, как инсулинорезистентность, ожирение. Также бы отнесла сюда трансжиры. Давайте немножечко остановимся подробнее на сахаре. Сахар в любом виде вреден, правильно понимаю? В любом виде вреден сахар. Не бывает полезного сахара. Привыкли говорить, что тростниковый сахар наименее вреден. Нет, это тот же самый сахар, только окрашенный. Полезного сахара не бывает. Каким образом сахар старит наш организм? Сахар ускоряет процесс гликации. То есть наш организм начинает медленно вырабатывать собственный коллаген. Молочные обезжиренные продукты, которые негативно влияют также на здоровье, вызывая воспалительные процессы, усиливая их. И с возрастом наш организм перестает переваривать их. От них. Ну и, конечно, алкоголь. Алкоголь при частом его употреблении негативно влияет на репродуктивную функцию. Влияет негативно на сердечно-сосудистую систему. Ну и также замедляет наш метаболизм. Не буду спрашивать, касаемо алкоголя, часто это сколько? Потому что в любом случае все-таки алкоголь в любых количествах все-таки вреден. Так, Юль, а вот расскажите. Есть, наоборот, продукты, которые вы советуете внедрить в рацион абсолютно каждому человеку? Да, я бы рекомендовала обязательно добавлять в свой рацион зелень и листовые овощи. Потому что это кладезь, это клетчатка, это кладезь витаминов, микроэлементов. Также я бы рекомендовала добавить... А вот сразу вас тоже перебью. Вот есть клетчатка, и зная продается в аптеках в таком вот виде. Что по поводу нее можете сказать? Моя клетчатка, это замена альтернативной клетчатки, которую мы можем получить из тарелки. Замена, в принципе, тоже можно употреблять. Но здесь важно соблюдать питьевой режим. Потому как клетчатка много впитывает в себя воды. Да, 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 раздухает она. Да, здесь важно обязательно соблюдать его. Ну и, конечно, включить в рацион я бы рекомендовала жирную рыбу, скумбрию, лосось. Какая еще там... Действительно жирная, да. Да. Потому как это незаменимый источник омега-3. Это витамины группы В, это цинк, это магний, это работа нашего мозга, это сохранение нашей молодости. Ну, а также бы отнесла сюда ненасыщенные масла. Это что такое у нас? Это масло оливковое, льняное, источник витамина Е, поддержка нашей иммунной системы. Вот. А также бы хотела сказать о таком простом, дешевом продукте, как квашеная капуста. Замечательный продукт для нашей микробиоты. Чистый пробиотик для работы нашего ЖКТ. А овощи, фрукты? Овощи, фрукты, конечно, безусловно, но я думаю, что они и так присутствуют в рационе у обычного человека. Но фрукты, конечно, в умеренном количестве, выбирая, если человек стремится не набирать вес, либо сидит на какой из диет с меньшим гликемическим индексом. Это значит, не слишком сладкий, правильно понимаю? Да, не слишком сладкий. И желательно употреблять их в первой половине дня. Давайте, чтобы максимально наша беседа была полезна, коснемся самого элементарного фрукта и овоща. Сколько в день нужно съедать овощи и фруктов? Вот действительно, чтобы было понятно. Это вопрос, конечно же, персонализации, которая относится лично к каждому. То есть здесь нет жестких ограничений, что в граммах нужно их измерять, следить за этим. Не нужно себя насиловать. Нужно просто придерживаться здоровой порции. Но все-таки больше мы должны, да, хоть чуть-чуть стараться съесть. Да, добавлять. Я даю предпочтение, например, не чипсам, а овощам. Конечно, овощам, зелени, безусловно, полезнее для нашего организма. Так, поняла вас. Расскажите теперь, в преддверии лета, хочется еще больше быть здоровыми, красивыми. Какие мифы о питании, о правильном питании, о здоровом, о вредном питании, какому угодно, самые популярные вот на сегодняшний день? Как вы считаете? Ну, вот я считаю, что один из самых популярных мифов, который благо сейчас рассеивается, это о вреде жиров. Из каждого утяга мы слышали, что жиры вредны. Жиры полезны, но жиры должны быть правильны. Вредны жиры те, которые насыщены и рафинированы. Вот их стоит избегать. Так, это что на деле? Это подсолнечное масло, это жиры, которые присутствуют в том же майонезе, в кетчупе и так далее, во всей этой промышленной еде, во всех этих продуктах. Поэтому это самый один из популярных мифов. Но жиры очень важны для нашего здоровья, особенно для женского, для работы мозга, для работы нашей памяти. Это мембраны каждой клеточки. Поэтому жиры важно добавлять в свой рацион. В общем, если вот так подытожить, то есть полезные жиры, а есть неполезные. Да, этот вопрос нужно еще раз изучить более подробно, да? Конечно. И полезные, конечно же, внедрять в свой рацион. Да, да. Так, хорошо, жиры. Следующий миф. Ну, я бы выделила тот, который не есть после шести. Да, соглашусь, если вы ложитесь спать в девять часов вечера. Очень, кстати, такой очень распространенный миф. Да. Если вы ложитесь спать в девять часов вечера, то, конечно, в шесть часов желательно завершить последний прием пищи. Но если вы ложитесь ближе к полуночи, то и позже многие не соблюдают режим сна, то достаточно завершить за три-четыре часа до сна последний прием пищи. Пусть у вас будет полноценный ужин в восемь часов вечера. Юль, а вот что мне хочется сказать. Вот этот вопрос, за сколько времени до сна есть, это может быть тоже все-таки индивидуально? Или вот это прям правило, которое все-таки не подойдет? Желательно для нашего организма, для его хорошей естественной работы, отходу ко сну, закончить последний прием за четыре-три часа до сна. Это как бы рекомендация общая для всех. Но опять-таки, наш организм не работает как офисный работник по часам, поэтому все-таки подходить. А почему все-таки вот эти три-четыре часа? Что это дает нашему организму? Чтобы организм успел переработать всю пищу. А вот как раз если наоборот, не почему три-четыре часа, чтобы он успел переварить, а почему не больше, ну образно, да? Вот если, например, я не поем на ночь, что будет? Здесь тоже ничего страшного не произойдет. То есть как вам комфортно, это опять-таки вопрос персонализации, я бы сказала. Как вам комфортно, так и нужно слушать и прислушиваться к своему организму. Не нужно испытывать стресс. Все равно для организма это будет стресс, если вы будете сильно голодать, да? И надпочечниковая здесь усталость скажется. Поэтому лучше всего за три-четыре часа до сна. Все, поняла. Так, еще какие-то мифы есть, которые мы не обсудили? Еще один миф существует о том, чтобы худеть, нужно голодать. Чтобы худеть, как раз-таки важно сбалансировано и полноценно питаться. Потому что... Но мы количество калорий все-таки уменьшаем. Сокращать, да. Толстеет от избытка калорий. Поэтому важно сбалансировано и правильно питаться. Потому как во время голода наш организм пребывает в стрессе и начинает наоборот копить жир для того, чтобы выжить. Вот, поэтому необходимо есть. Голодовки и изнурительные диеты к хорошему не приводят. То есть мы едим, ну, то есть если, например, мы будем, ну, образно голодать, мы все-таки, ну, похудеем. Ну, в любом случае, потому что калорий не будет. Но, тем самым, да, тем самым организм накопит, да, тот же жир для своего спасения, для спасения нашего организма. Потому что организм пребывает в таком стрессе от голодовки. Юля, расскажите, почему же так тяжело внедрить здоровые привычки в жизнь? Ну, я бы сказала, что... Хочется питаться правильно, как надо, но... Здоровые привычки и вообще смена питания, это опять-таки стресс для организма. Я бы отмела эту идею изменить все и сразу. Лучше внедрять полезные привычки, да, постепенно. А еще лучше разбить их на этапы. Вот решили, допустим, отказаться вы от сладкого. Исключите пока сахар из своего рациона. Затем шаг за шагом исключите конфеты, исключите сладкие десерты. А сколько вот этот этап, пока я отказываюсь от сахара, должен длиться? Ну, вот в среднем, так, на практике. В среднем, на практике этого не скажешь. У всех по-разному. Поэтому единого ответа для всех нет. Но если этот период будет длиться 2-3 месяца, это же нормальное положение? Нет, 2-3 месяца, конечно. Вообще привычка вырабатывается, бытует мнение, что она вырабатывается 21 день. Но я за то, чтобы организму дать адаптироваться без срывов. И ни в коем случае не винить себя. И еще важный момент, найти себе единомышленников. Потому что когда рядом люди, которые с тобой на одной волне, они тебя мотивируют. Поэтому мой совет искать единомышленников. Так, хорошо. Все-таки самое главное, с чего мы тогда начинаем наш переход на здоровое питание? Переход на здоровое питание с внедрения полезных привычек. Так, давайте их вот так прям пронумеруем. Заменить вредное на более полезное. Пункт номер 1. Допустим, поменять способ приготовления пищи. Заменяем жарку на тушение, на запекание, конечно, безусловно. Также можем заменить вредное подсолнечное масло для жарки на более полезное кхи. То есть шаг за шагом делая... Так, такой материальный вопрос. Масло кхи, оно на сколько стоит дороже или оно стоит дешевле? Масло кхи стоит чуточку дороже, но там будет колоссальная польза для здоровья. Так, хорошо. Первый пункт. Мы, во-первых, внедряем полезные привычки через замену вредного на полезное. На полезное, да. Заменяем способ приготовления пищи на более здоровый. Для пищи, да. Следующий пункт. Далее можно убрать вредные перекусы и заменить их на здоровые альтернативные. То есть если вы привыкли перекусывать конфеткой, чаем, то здесь уже заменяем на полезный батончик, на то же яйцо половинку съесть, на полезный бутерброд. То есть, да, бутерброд не такой, как мы привыкли, а более полезный. Допустим, положить ту же дольку авокадо, съесть даже ложку сливочного масла. То есть это уже насытит организм и даст ему силы, а не забивать себя пустыми углеводами, как привыкли ранее. Так, хорошо. Полезные перекусы. Пункт третий будет у нас? Конечно же, третий пункт – это здоровое функциональное движение. Движение – это жизнь. То есть нужно двигаться, добавить спорт свой, по возможности, да, в свою жизнь, хотя бы занятия дома. Ну а также здоровый сон, который не заменит ничего. Это лекарство от многих проблем. В общем, в принципе, несложно. Мы следим за режимом сна, мы чуть-чуть, да, хотя бы потихонечку внедряем спорт в свою жизнь, да, и заменяем вредное на более полезное, без стресса и насилия над организмом. Я думаю, что этого будет вполне достаточно для первых шагов. Согласна. Юль, ну мы с вами, в принципе, всё обсудили, но вас ещё не отпускаем. У нас есть в программе интересная такая традиция, очень приятная. Пожалуйста, обратитесь к нашим зрителям и пожелайте им что-нибудь приятное и тёплое вот туда. Я хочу пожелать, конечно же, всем крепкого здоровья, отличного дня, прекрасного настроения. Занимайтесь собой и помните, что сбалансированное, правильное питание – это ключ к долголетию. Замечательное пожелание. Надеюсь, что наши зрители всё слышали, более того, всё записали. И в преддверии лета будут не только красивыми, да, для чего мы вас пригласили, но самое главное – здоровыми. Здоровыми. Да. Юля, ещё раз огромное спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо и вам за такую беседу.